заказала хромакей скоро надеюсь вот этот задний фон поменяется также надеюсь и поменяется качество картинки видео но походу не скоро сегодня хотелось поговорить о силе о силе верхнеплечевого пояса футболист это достаточно такой универсальный спортсмен немножко зайду с далека в последние месяцы первая часть чемпионата у меня начала прихватывать спину причем это было не один раз как это бывает там в полгода у меня постоянно там раз прихватила и все потом отпустила а это прям такая волна прихватов серьезных тогда когда я не мог надеть носок и естественно для меня это стало новой пищи для размышления стала новой проблемы я начал в этом разбираться я даже хотел снять отдельное видео посвященное этому но дал себе обещание если в течение полугода у меня ничего такого не произойдет то что происходило то я сделала прям такое подготовленное конкретное видео посвященное этой теме поэтому я думаю то что точка отсчета можно считать проблемы со спиной в общем я ушел в отпуск таким заклиненным старым дедушкой послушал советы все-таки своих знакомых и пришел к выводу что вообще целый месяц я ничего не буду делать вот реально ничего не буду делать мы поехали в отпуск я валялся на песке в мало ходил можно сказать неактивный образ жизни был еще не считая того что надо приходилось по три километра забираться на буду да такое тоже было после месяца я приехал домой и начал прям так серьезно заниматься спиной массаж физиопроцедуры растяжка и гимнастика лфк я ходил на лфк вместе старыми бабушками дедушками всякими кривыми такими же как я для того чтобы моя спина стала себя лучше чувствовать и на первый месяц для себя я решил вообще не работать железом если у меня какая-то была работа то очень маленький вес никакой осевой нагрузки чтобы не напрягать спину и соответственно к чему я пришел я пришел к подтягиваниям и к отжиманиям но если брать отжимания я в принципе отжимался там всю жизнь тут я начал практиковать разные варианты отжимания во влогах предыдущих вы могли все это увидеть а что касательно подтягивания и в принципе никогда не любил наверное только потому что я всегда очень мало подтягивался и мне это особо не нравилось но в силу каких-то вещей я начал я начал этим заниматься постепенно у меня начался появляться интерес я думаю дай-ка попробую посмотреть сколько я буду подтягиваться через месяц и потянулся через месяц четыре раза больше чем в первый день моих подтягиваний и пока я всеми этими делами занимался начал также изучать вопросы вообще нужны ли подтягивания футболистам я там в одном из комментарий писал что это делал лично для себя просто так но в итоге потом выяснилось то что подтягивание это достаточно хорошая штука для футболистов и широчайшие мышцы спины они в общем они огромную часть мышц спины захватывают работают над ними и это все обязательно нужно футболисту элементарно для того чтобы ставить корпус тем более если тебе приходится постоянно бороться ты человек такой который вступает в отбор борьбу ставишь корпус то соответственно подтягивание тебе не помешает что месяц я подтягивался три-четыре раза от силы вот я месяц поработал и хочу сейчас посмотреть результаты мы не готовимся никаким олимпийским играм поэтому я думаю будет засчитываться любой подтягивание там даже есть или или вот так добирать там помогать ногами в общем и суть самое главное посмотреть количество раз увеличился она или нет ну почти тринадцать Ну, почти 14. И 15. Считай. Все-таки подтягивания – это второстепенная задача, поэтому я хочу посмотреть на результаты, которые будут через месяц. Буду работать немного по другой методике и уделять, наверное, подтягиваниям тренировку раз в неделю. Поэтому где-то получается за месяц получится 5, вернее, 4, максимум, 5 тренировок. И посмотрим, смогу ли я потянуть больше, чем сегодня. И сегодня у нас 26-е. 26 мая. Скажем, моя диана ждет. Мне будет 28 лет, и я уже буду немножко старым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так как это тоже для меня такое второстепенное упражнение, я буду выделять ему, наверное, одну тренировку в неделю по определенной методике своей, там, какой-то, какой-то. И посмотрим, смогу ли я выжить ровно через месяц больше сотни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все. Я все главные слова сказал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь хотелось бы рассказать вообще о том, как я работал, по какой схеме в первый месяц и по какой схеме я работаю сейчас. Первый месяц моих упражнений с своим собственным весом, если брать отжимания, то я делал все очень медленно. Я старался делать все очень медленно на степах, низко опускался, задерживался и медленно поднимался. Подтягивания и отжимания у меня были в разные дни, и, соответственно, я все время пытался делать все на максимуме. Сколько смогу сделать, столько и делал. То есть у меня там ниже сотки я не отжимался, и меньше семидесяти я не подтягивался. Конечно, я понимаю то, что это может показаться достаточно маленькой цифрой для особенно таких бывалых парней, но когда ты этим не занимаешься, я думаю, любому тяжко, особенно когда у тебя достаточно много лишки. В подтягиваниях в первую неделю у меня была та же манера, я старался подниматься медленно, задерживаться и опускаться. Но потом со временем начал читать, потихонечку вообще про виды подтягиваний, перешел к резинке, то есть когда уже я не мог потянуться больше двух раз, либо два раза было очень тяжело, я, соответственно, начал подключать резинку и потом перешел, также дополнил, дополнил свои подтягивания уже негативной фазой. Как-нибудь поднимался наверх и потихонечку еле-еле-еле спускался вниз. И так же делал на максимальное количество раз, сколько смогу, пока не надоест. Итогом всего этого через месяц стали вот такие показатели. Я смог потянуться 15 раз. Худо-бедно как-то, но у меня это получилось. Я не делал отжимания на количество раз, решил сделать жим. И исходя из того, что последний раз я жим делал такой серьезный 5 лет назад, это я еще когда играл в армавире, у меня получилось 1 раз на 100. И спустя все это время, благодаря, наверное, отжиманиям, подтягиваниям, я смог выжить сотку также на раз. Причем я целый месяц вообще жимом не занимался. И, конечно же, все это вызвало у меня еще такую дополнительную мотивацию. Я думаю, дай-ка пока у меня есть еще 1 месяц подготовки, уделю этому 1 день в неделю, позанимаясь на подтягивание и нажим лёжа, и посмотрю, что получится через месяц. Да, кстати, я занимался всего лишь раз в неделю на подтягивание, раз в неделю на отжимание. А сейчас я уже занимаюсь всего лишь 1 силовую тренировку на подтягивание и нажим лёжа. И все это происходит в 1 день. И, соответственно, мне интересно, что получится уже совсем скоро, потому что пройдет второй месяц, и хочется увидеть, какие будут результаты. Но я думаю, что не будет таких результатов, как с подтягиванием, там, потянуться в 3 раза больше, в 2 раза больше даже не будет такого, потому что все-таки дошел до какого-то такого своего потолка, и сейчас будет борьба, там, не знаю, за 3-4 подтягивания и в том же жиме лёжа, там, за 3-5 кг. И если говорить, по какой схеме я занимаюсь сейчас, потому что я её немного видоизменил, подтягивание я делаю уже с блином, с весом. У меня идет 8 серий, по 4-5, дошел до 5 повторений, и сам блин у меня весит 5 кг. Все это идет в такой взрывной манере, то есть происходит очень быстро подъем вверх, позитивная фаза и негативная фаза, просто потихонечку не спускаюсь. Что касательно жима лёжа, я делаю 70-80% от максимума, 5 серий, по 5 повторений я дошел. После чего я сразу же отжимаюсь в быстрой манере 5 раз. И если не забываю брать с собой резинку, то отжимаюсь с ней, что создает мне дополнительное сопротивление. Подводя итоги, я, наверное, скажу то, что все-таки верхний плечевой пояс обязательная вещь, без которой, наверное, в сегодняшнем футболе футболистам не обойтись. По крайней мере мне, потому что постоянная битва идет с нападающими, и корпусишечку-то надо ставить. А если еще отлетит куда-нибудь вау, так это вообще сказка. Второе – это, наверное, то, до чего я дошел в эти месяцы в своих силовых показателях верхнеключевого пояса. Это нужно оставить и только нужно поддерживать. Также на сами результаты повлияла работа и, конечно же, мое снижение веса, потому что оно значительно уменьшилось за эти два месяца. Соответственно, я скинул лишние килограммы и в этих же подтягиваниях я стал чувствовать себя гораздо сильнее, легче. Первый раз, когда пошел подтягиваться, на мне как будто 20 килограмм сала висело, и я вот еле-еле-еле. Это вот у меня была практика. Я в одних из последних тренировок просто на себя повесил, блин, 20 килограмм и решил потянуться. Ну так, для эксперимента. Я потянулся один раз и потом просто висел в статике 50 секунд. И примерно вот такие ощущения у меня были в первые дни подтягивания. Как будто на мне, блин, 20 килограмм. Но на мне тогда блина не было. Был просто жир. 10 килограмм. Поэтому, если у вас есть какие-то идеи, темы для видео, пожалуйста, пишите мне в комментариях. Я буду только рад разобрать именно то, с чем я столкнулся, потому что это действительно теория, проверенная практикой, на которую у меня получилось, по крайней мере, доказать самому себе, что сила моя увеличилась. Результаты есть. Все это записано в компьютере. Я веду книжечку такую, блокнотик, ежедневник. Не знаю, называйте, как хотите. И, конечно же, я все это время уделял не только верхнеплечевому поясу, еще другим моментам. Соответственно, есть что рассказать. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, возникают, пишите в комментариях. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, если еще не подписаны. Ставьте лайки. Также есть в группе ВКонтакте. Там выходит много тех статей, которые вы не сможете увидеть здесь. Welcome тоже туда. Спасибо вам за донат, которого почти нету, но я все-таки перед собой еще одну цель поставил, что мне нужно будет поменять вот эту вот картинку, потому что та GoPro, которая на меня смотрит, она меня уже раздражает из-за того, что перегревается и выключается примерно как сейчас. Поэтому всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok